И снова здравствуйте! Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Мы очень-очень любим наших гостей, гостей наших прямых эфиров, но еще больше мы их любим, когда они приносят нам книжки в подарок. Это так приятно, поэтому вот я вам сейчас хочу показать вот такую замечательную книгу, принес нам в подарок наш следующий гость. Ну и, конечно, я представляю Андрея Ермолаева. Андрей, здравствуйте! И пока я передаю вам книгу, хочу напомнить нашим зрителям, что Андрей возглавляет Институт стратегических исследований «Новая Украина». И, Андрей, ну расскажите про книжку. Книжку я уже полистала, просто интереснейшая. Да, спасибо большое за возможность сказать несколько слов о ней. Книга действительно интересная. Мы вообще рассчитываем, что с этой книги мы сможем издать целую серию работ. Во-первых, речь идет о работах, которые сейчас становятся предметом больших дискуссий, то есть они в центре интеллектуальных споров. А во-вторых, мы делаем акцент на хорошем качественном украинском переводе. И не потому, что это дань моде или поветрию, потому что действительно для наших высших учебных заведений, студенчества, преподавателей, качественная, хорошо научно отредактированная литература нужна и важна. Я хочу сказать слова огромной благодарности нашему коллеге Михаилу Минакову, политическому философу, который и участвовал в переводе, и был научным редактором. Что касается этой работы, ну, названия вызывающие, конечно же, авторы не ставили целью доказать, что в Месопотамии или Египте была демократия. Не в этом дело. Но они продолжают, вот уже длящиеся лет 10-15, серьезный спор о том, есть ли одна универсальная модель развития для всех, которая долгое время была у нас аксиомой. Вот тут Запад, Европа и все. И демократия, однозначно. Ну, как сборник чем интересен, авторы, это коллектив авторов, который только организован Айзе Харместоглевым, и это они называли «Эдинбургский погляд», издание Эдинбургского университета, они представили свои визии того, какие были сложные взаимоотношения между обществами и тогдашней властью в разные эпохи и в разных странах, реабилитируя субъектность общества в самых даже сложных, казалось бы, метаморфозных формах. Потому что вот этот сложившийся в 19-20 взгляд на то, что вот с рождением только европейской демократии наконец-то люди очнулись и как-то начали влиять на политическую организацию, ну, это, мягко говоря, заблуждение. Все сложнее и все не так. Чего не хватает в этом сборнике и чем я хочу завершить? Ну, во-первых, обещаю и обращаюсь к украинским вузам с предложением, обращайтесь к нам. Тираж не невелик, но мы готовы помогать вашим библиотекам. Книги не будет в продаже, она будет только в качестве нашего гуманитарного подарка. И мы готовы ее презентовать и готовы говорить и о нас. Потому что в этом сборнике нет главы об Украине. И это обидно. Вообще вопрос этого социального транзита и истории политической власти и самоуправления и в советский, и в постсоветский период постоянно почему-то остается за кадром. А феномен советской, в кавычках, демократии, это феномен исторический. И о нем его стоит изучать. И, ну, скажем так, это та задача, которую мы перед собой ставим. Это сборник нас подвиг к тому, что собрать круг людей, которые еще не полностью нырнули в интернет и не полностью не сели на капельницу Википедии, как я называю, с желанием написать наш ответ эдинбургскому сборнику. Наша визия Украины, современной Украины, ее предтечи в 20 веке. И с попыткой ответить на вопрос, а что строим мы сейчас? Что у нас получается? На чем это основывается? С нуля ли мы создаем новую систему политической организации? Или все-таки есть определенная какая-то корневая система, какое-то наследие, какие-то коды работают? Вот об этом мы будем писать в нашем сборнике. Я его рассматриваю как продолжение эдинбургского погляда. Но уже со стороны украинских авторов. Андрей, ну давайте поставим. Вот у нас есть такая хитрая штука. Если вот так вот поставить, то вот эта книга будет у нас в кадре, пока мы будем с вами долго говорить. Чудово. Андрей, ну давайте... На самом деле у меня для вас более глобальный, серьезный вопрос. Но я же не могу не начать с актуального. Вот сегодня протесты массовые, не массовые. Посмотрим там к концу дня, как это все будет развиваться. В Киеве много полиции, много протестующих. Причем на протест вышли разные абсолютно и политические силы, и даже представители общественных организаций. Даже международных, которые, как правило, аполитичны. И три главных требования. Ну, первое, вот, отмена депутатской неприкосновенности. Вот скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете вот начавшиеся процессы, и как человек, который стратегически может проанализировать и подумать, вот к чему они могут привести, какие последствия могут применить? Даже сложно с чего-то начать. Мы переживали за четверть века независимости Украины несколько бурных таких революционных этапов. И я бы хотел начать не столько с проблемы сегодняшней, а к нему подвести. Только с очень быстрой оценки вот этой цикличности, да, или описания этой цикличности. Я утверждаю, что, учитывая специфику кризиса бывшей советской цивилизации, мы оказались в национальной петле революции. Другими словами, революционный процесс, который охватил тоталитарную советскую систему, и был связан с базовыми вопросами. Общественной самоорганизации, выраженной в проблеме полноценного демократического самоуправления, развития гражданского общества, которое рождалось, да, на осколках тоталитарной системы, и того важного элемента новых социальных отношений, частной собственности. Вот эти три революционные задачи, по сути, стали и исторической причиной развала прошлой системы, и стали таким, знаете, национальным проклятием большинства государств, которые образовались на осколках Советского Союза. Вот обратите внимание, начиная с начала 90-х годов, еще с шахтерских, металлургических и прочих забастовок, мы постоянно проходим своеобразные петли исторические, в которых кризис системы, выраженный в злых днях, тарифах, несправедливой приватизации, конфликте богатства и бедности, вводят массы на улицы разными политическими силами. Но если обратить внимание по существу, из-за чего люди выходят на улицу, то, как правило, их мотивы и их стремления, они очень схожи. Люди все время говорят о справедливости, о необходимости социального мира, потому что все общества постоянно переживают внутренние, как мы говорим, сталкивание лбами. Электоральное, политическое, идеологическое, они хотят самостоятельности и свободы, выраженной в самых разных проблемах. И в самостоятельности о свободе местных громад, и в самостоятельности о свободе бизнеса, и в возможности свободы гражданина во взаимоотношении с государством, от которого чувствуют коррупционное давление, административное, полицейское и так далее. То есть, грубо говоря, повестка, которая нам знакома еще с последних лет существования Советской империи. Но что интересно, почему я говорю о революции и реэволюционных петлях? Потому что специфика вот этих революционных петель в Украине связана с перехватом очередной революционной повестки, частью правящей элиты, самоназванием себя победителями и консервацией системы. Другое дело, что если первый такой перехват произошел еще в начале 90-х и длился доброе десятилетие, на вторую петлю хватило 5-6 лет, то вот эта третья петля сжимается уже буквально до 2-3. И на то тоже есть объяснение. Ну, во-первых, простая человеческая смена поколений. Мы уже сейчас в обществе активны и интеллектуальные, и гражданские, ну, поколения, которые мы называем поколением независимости. Это молодые люди, которые выросли в условиях новых демократических свобод, свободы слова, новое образование, новое представление о мире. Они не обременены, значит, тяготами, страхами советской системы. Они активны сейчас. И тема новых поколений у нас вообще не слезает с экранов, с трибун. Давайте мы обнимем дорогу. Не даю, оценку констатирую просто. Во-вторых, народ в целом не обманешь. Ни пассивных пожилых, ни молодых активных. Можно еще пять раз ставить трибуну и говорить, что новая революционная власть – это мы, и список фабилей назвать. Но если в жизни реально ничего не происходит, а жизнь становится просто хуже, мы живем в 2017 году в условиях реальной войны, тысячи жертв, нищеты, новых конфликтов, которые угрожают нам и новыми потерями территории людей. Сейчас говорю уже на расставящем региональном, этническом вопросе. Летом, по-моему, как раз об этом с вами говорили. Риск и беловежье. То и готовность к сопротивлению, к протесту людей выше, и процессы сжимаются. Быстрее зрели процессы. Быстрее зрели процессы. Потому что, как это ни грустно, но приходится признать, что та самая проклятая еще империя, и современная, и советская империя, и революционная повестка до сих пор не реализована. Я повторюсь, эти три вопроса. Вместо полноценного функционирования частной собственности, наряду, конечно, с коллективной, кооперативной, государственной. Это все элементы современного рынка. Но мы имеем дело с ублюдочной, я еще называю ее суррогатной собственностью, где часто частные активы сочетаются с использованием государства, крыши, использованием государственных активов, где отжим стал частью ведения бизнес-деятельности. Суррогатная частная собственность вместо полноценной, наряду с таким же половинчатым, недоразвитым местным самоуправлением, и, к сожалению, слабым до сих пор гражданским обществом. Я сейчас не об активистах, а об гражданском обществе, организованном и самостоятельном. Вы имеете в виду профсоюзы? Причины... Сейчас по порядку. Причины тоже на поверхности. Самоуправление сведено просто к пересподилению бюджета, так называемого объединенного бюджета, или общего бюджета, в котором просто местная бюрократия, политическая элита получила свою долю, как откуп. А реальные механизмы самоорганизации самоуправления громад, с демократией участия, с любесцитарными формами, с развитием коммунальных экономик, с полноценной местной властью, элементами автономности, как громады, так и регионы, отложены на задний план. Опять же, давайте вспомним повестку краха империи. И вопрос о самоуправлении конца 90-х, великий спор между сторонниками сильной вертикали, когда принимали законы о самоуправлении государственных администраций. Майдан 4-го и события 5-го, 6-го года, и сейчас он доживил. Ей-богу, доживил. Если кто-то не помнит, я, к сожалению, все это хорошо помню. Но тоже можно говорить и о гражданском обществе. Да, конечно, общественные организации, которые встали на ноги за последние 5-7 лет, покрепче и поактивнее тех грантаедских структур, которые мы называли гражданским обществом еще десятилетия назад. И тем не менее, с чем не справляется нынешний гражданский актив, за которым тянется все общество и учится свободе слова, учится свободе поведения гражданского актива. Легкость, с которой гражданский актив превращается в политическую номенклатуру, с удовольствием инкорпорируется во власть. Вы посмотрите, как легко втащили всех участников с лидерскими качествами гражданских активистов в политику и часто даже на нынешние номенклатурные должности. Это обезвоживает гражданское общество и превращает улицу в управляемую и легко манипулированную. А теперь, что касается завершения вот этой третьей революционной петли. На что бы я обратил внимание. Еще я хорошо помню 5-6 год, когда социологов, политологов, психологов упрекали в том, что они, мол, не увидели вот зреющего, да, вот революционного Майдана первого. Кстати, такие же обвинения потом были и в 13-14 году, в 15-м году. На что, ну, люди, которые при памяти и знают специфику вот этой сферы научной, научно-экспертной, отвечали, что политический философ, социолог может увидеть кризисные тренды, может увидеть причины конфликта и может определить характер конфликта. Но ему очень сложно, как сценаристу, драматургу предсказать, что вот сегодня-завтра по вот этому мотиву люди выйдут, значит, и будут строить баррикады. Собственно, в этом смысле такого рода события не поддаются буквальному прогнозу. Ну, вспомним хотя бы события четвертого года. Загадочное, в кавычках, отравление Ющенко, да, бум, вся эта драматургия с походами в парламент, выступлениями, взвинченное состояние его симпатиков. Я уже не говорю о том, что происходило тогда на Майдане. Ни один политический философ не был в состоянии говорить о том, что именно так будет развиваться драматургия выборов. Но то, что в третьем-четвертом году зрела, собственно, новая революционная ситуация, говорили и писали многие. Вопрос только в том, в какое русло потекла, потек этот революционный ручей. Но то же самое можно и в 2013-2014 годе. Давайте вспомним. События 12-13 года. Младая олигархия. Огромное количество событий, похожих на Врадьевку. Столпотрение людей, протесты возле судов, ГАИ, прокуратур. Трагедии буквально такие, как в радио, которые показывали, что люди устали терпеть. Что готовность протестовать против системы, подавляющая свободу, быстро криминализирующаяся, очень высокая. Ну а ход событий был запущен, конечно, киевской трагедией, киевским Майданом. Майдан был киевский. Отцы и дети. Это то, что увидели все моментальные, и журналисты, и политологи, и социологи, увидели в этом эту реакцию на жестокую несправедливость, которая потом вывелся в новый революционный процесс. Что касается нынешних событий, у них есть одна специфика. Я думаю, что не только люди, которые, об этом многие социологи сейчас говорят, находятся в пассивном, разочарованном состоянии. Они не верят в собственные возможности качественно изменить ситуацию. Ну, дежавю, да, с этими петлями. Но и драматурги, вот этих постановок, да, вокруг реального процесса, повторюсь, вокруг реального процесса. Театр нельзя придумать, но им можно управлять. Потому что театр, театр это не здание, да, это некое состояние, это духовные практики, это сфера искусства, культуры. Но так и с революционным процессом, это связано с желанием и готовностью общества к самоизменению. Часто революционный процесс становится игрушкой в руках под лицов и тех, кто знает законы поведения, массовая психология. На что обращают внимание нынешний процесс? Ну, просто потрясающий уровень драматургии. И попытка заранее предусмотреть те возможные этапы реакции общества, которые уже опробированы и, к сожалению, проверены опытом, в кавычках, прошлых революционных волн. Пример с так называемым походом Саакашвили, но просто напоминает оперету. Ожидание прорыва на границу, постановка границы, вокруг которой даже наши юмористы 95-го квартала уже отсмеялись как могли. 17-е куберия, сколько мы ждем? Добрых полтора месяца. С известной странной повесткой, с обещаниями огромных толп и даже слухами о неком политическом повороте, досрочной смене власти. Но такого не было на предыдущих циклах. Что говорит о том, что нынешняя драматургия, понимая усталость общества, его испуганность войной, понимая разочарованность в возможности, пытаются инспирировать революцию. Это инспирирование. Ну а что касается того, что мы едем сейчас на улице, на что я сразу обратил внимание. Наверное, люди, которые занимаются продюсированием концертов, знают это как свой опыт личный. Для того, чтобы публику разогреть, для того, чтобы она дождалась главного участника, звезды, обычно на разогреве участвуют звезды второго эшелона. Но все понимают, что вот этот дорогой антураж, этот шикарный зал, эти дорогие билеты, имеют смысл, если потом выйдет звезда. Вот я на что обращаю внимание. Высокий уровень организации, качественное информационное сопровождение. Но чего стоят только ролики МИХО, где он на беговой дорожке на РИЛе. Вот во всей стране идет. ТОП-участники, ведь на трибуны выходят люди уже узнаваемые, хорошо подобранные, которые легко узнаются, даже участники митинга тоже подхватывают их имена. А повестка странная. Грубо говоря, когда уважаемые депутаты и женские активисты говорят, что все суспильство божает антикоррупционному суду, я говорю, точно, вы отдаете себя то, что вы трактуете. У нас общество болеет проблемой антикоррупционного суда. Вот по этому вопросу вышли тысячи людей. Но я уже не говорю о уникальной подаче о отмене депутатской неприкосновенности. По-моему, даже те, кто декларирует это, не совсем понимают, о чем речь. Но вот этот разогрев говорит о том, что организаторы всего действия предполагают или являются частью драматургии, в которой будет второй акт. Очень бы не хотелось, чтобы второй акт был связан с конфликтами по аналогии осени 2013 года, когда не столько проблема евроинтеграции, а сколько жестокость и тираничность, циничность режима стала последней каплей. Я надеюсь, что ума хватит и у организатора, и у власти, и пушки растащить. Потому что, по-моему, обе стороны слегка сошли с ума, и все-таки внято сформулировать то, что может объединить общество. Общество может объединить сейчас только две темы. Это форсированный план мира, который вялость обязана представить, и второе – досрочные выборы. Досрочные выборы по очень простой причине. Уровень доверия уже не только к носителям власти, но к институтам власти критически низок. Даже то, что еще полгода назад казалось незыблемым. Высокий уровень доверия и надежд на армию, на полицию – это правда. Это был образ силы и защиты государства. Даже в этих последних твердынях нынешнего государства трещины. Потому что в армии оказывается коррупция, точнее коррупция в Минобороны, точнее коррупция в структуре, которую обеспечивают функционирование армии. Полиция все больше напоминает ту самую милицию, которую все критиковали, а разрушение образа силы порождает новые страхи и желания к самозащите. Я думаю, что эта оперета с событиями в Киеве, начиная с 17 числа – это попытка предупредить, перехватить и отстроить эту драматургию, где предполагается второй акт. Я считаю, что чтобы, не дай бог, второй акт не был похож на события образца 2014 года, вторым актом должно быть политическое решение о досрочных выборах и создании национальной антикризисной группы, которую должен создать президент с участием нынешних парламентов и сил. Выборный процесс не мешает разрабатывать новый мирный план. Причем, подчеркну, этот мирный план должен быть продуктом главы государства и законодательного органа. В его основе должны быть проекты решения, которые связаны с обязательствами, которые Украина уже взяла и которые стали уже, как кому не хочется это признавать, частью международного. Международный проводит договорную систему после резолюции ООН и резолюции ПАСЭ и Евросоюза. Это будет достойный ответ людям, которые ждут мира и новой власти. Это будут мудрые решения. Это нарушит драматургию, связанную с попыткой спровоцировать новый конфликт. Сколько бы сейчас с трибун, с этих хорошо организованных трибун, с хорошим звуком, с хорошим информационным сопровождением, сейчас не говорили, что это просто давление граждан. Я пока в этом вижу только хорошо организованное политическое шоу, но которое реально может угрожать нам нелинейными кризисными процессами, уличными процессами, которые сейчас нам не нужны, как-то кажет, и на часе, и которому просто выпустить ситуацию из-под контроля. А власть должна обратить внимание на то, что чем больше будет количество людей камуфляжа и пуши в центре столицы, тем больше будет тех самых страхов, которые она сама боится. власть боится собственных страхов. Вот если кратко. Ну а если вы хотите знать итоговую оценку, ну о чем говорят эти события? То, что нынешний состав власти себя ощерпал, очевидно. То, что все держится на грани и страна не может долго жить ситуация, когда доверие к власти и к государственным институтам критически низкое. Нужны либо разумные решения, либо будет очередная волна, которая, к сожалению, может опять оказаться революционной. И здесь я хочу обратить внимание на другую проблему. Я понимаю, что за эти годы, знаете, ни церковь, ни кабак, ни ничто не святое, нет ни в одном имени, которое бы не было замарано, обвинено и заклемлено. Украинцы и в политике, и, к сожалению, в быту друг на друга смотрят, сквозь очки свой, чужой. Но примирение, любое примирение, как в войне, так и в политическом, даже личном конфликте, начинается первое. С воспитания толерантного отношения к другому. И второе, к умению говорить. Не орать, а говорить. Знаете, сейчас, мне кажется, самым интересным было бы мнение людей, которые не слышат. Видят, читают, активно, но не слышат. Знаете почему? Они бы по-другому описали те процессы, которые они видят, чувствуют, переживают, как на работе, на улице, в магазине, так и в политике. Не слыша этот шум, в котором огромное количество лжи и пустых слов. Вот не слышащий, но думающий политолог, мне кажется, мы сейчас слышим экспертом на месте, он бы вообще другое объяснял. Потому что ему бы не было нужды учитывать огромное количество пропагандистских текстов, заготовок, да и просто бреда иногда, вот этот белый шум. А он бы просто описывал бы то, что чувствует, чем имеет дело и что видит. Кстати говоря, и вот эту оперетку возле парламента тоже. Андрей, вы сейчас сказали, что есть два фактора, которые могут объединить, две вещи, которые могут сейчас объединить общество, это мир и выборы. Вот давайте немного о мире. Вот недавно у нас был студент Рики Менендес, который сказал интересную фразу. Он сказал, что мы ведь не думаем, каким будет первый день мира. И потом сказал, нет-нет, это не моя фраза, это фраза Андрея Ермолаева. И мы подумали, что очень справедливо, если мы с вами вместе подумаем, каким может быть первый день мира, тем более, что вы сказали, что это может быть один из важных факторов. Ну, я признаю честно, что со мной, как и всяким другим, происходят такие житейские метаморфозы. Я стал больше молчать и редко пишу. Я назвал такой внутренней миграцией. Никуда не покину страну, но ощущение чужеродности меня в последнее время не покидает. Много было попыток вовремя предложить, направить, написать органы власти Доминской группы. Сейчас общение с космосом или какие-то интернет-заявки мне уже мало интересно. Но Эдрике в чем прав? Действительно, с некоторых пор мы сейчас заняты разработкой того, что я называю невоенной миротворческой миссии. Можно сколько угодно растаскивать пушки и запускать многотысячные отряды миротворцев сказками всех международных организаций мира. Но это не снимает с нас другой задачи, а как нам снова научиться жить вместе с теми миллионами сограждан, которые, как и мы все, оказались в этом потоке. Поэтому задача миротворческой миссии – это подготовить первый день мира. как то пространство, после которого вместо стрельбы нам нужно снова заниматься хозяйством, воспитывать вместе детей, выработать язык, как все это назвать. То есть это какой-то набор совершенно практических действий нас с вами, а не только президентов, парламентариев и политических партий. Все равно, хотим мы того или нет, но у каждого есть свое дело. Политики должны завершить переговорный процесс. Военные должны договориться о демонтаже конфликта на каких-то понятных условиях с участием уже международных посредних, и без них никак. А что делать нам, гражданам? Из чего должны состоять наши практически простые шаги? И вот здесь, мне кажется, я бы на первое место как раз поставил вот эти вопросы, которые освещены в этой книге. А мы у людей-то спросили, как они хотят? И как спрашивать? Учитывая, что по обе стороны линии Донбасского фронта, это надо просто однажды признать. С людьми говорят языком батага, менторского поучения и силы. А чем отличается поведение сепаратистов, которые с экранов из военных трибун командует своими ДНР и ЛНР, от поведения таких же наших начальников, которые нам сообщают с регулярностью о том, какое должно быть решение, как закон продавить, что мы видим в парламенте, которые вырастили в военную организацию до почти 500 или 600 тысяч состава. Если сложить вместе армию, правоохранительные органы и спецслужбы, это потрясающая цифра. Милитарная страна, даже не полицейская, а милитарная страна с огромным раздутым ВПК, многобюнярным бюджетом. И все это происходит в ситуации, которая объясняется войной, необходимостью мобилизации, необходимостью борьбы с врагом по обеи стороны. То есть, по большому счету, после решения военных вопросов, в первый день мира нам нужно решать сложнейшие проблемы демобилизации общества и состояния войны. Я думаю, что это тот случай, когда стандартными простыми инструментами, как то, партийные коалиции или хорошие назначенные чиновники на время, то это уже не обойтись. Нам нужно будет создание институтов, ну, если это, назовем это социальные инновации, которых у нас не было. Но именно потому, что без этих институтов, социальных институтов, из этого конфликта нам не выйти. Я когда слышу от политиков, что вот нам нужно еще лет 10-20 преодолевать, вы свои годы посчитали или вы за всех посчитали, а люди согласны 10-20 лет ждать, пока вам в голову придет мирный план. Я считаю, что событие может развиваться намного быстрее и качественнее, если будут задействованы такие механизмы, как работа гражданских гуманитарных организаций, как создание платформы для действия международных гуманитарных организаций, у которых есть мандат неприкосновенности от национальной власти. Я говорю аккуратно, потому что полностью разработанная программа с предложениями будет представлена, не хочу просто сжечь ее. Нам нужно реабилитировать в Украине институт моральных авторитетов и старейшин. О, это невозможно или возможно, Андрей? Не знаю. Возможно, то, что мы не только хотим, а то, что мы делаем. Кто вам сказал, что эти молодые ребята, которые могут быть хороши как юристы-консультанты, как молодые администраторы, реформаторы государственных предприятий и компаний, в состоянии получить доверие от населения, перерешивая войну, может как раз эту миссию поручить людям, которые связаны с историей страны десятилетиями и двадцатилетиями, которые заработали в своих третях трудовых коллективах, в науке, в здравоохранении. Вообще, чем хороши исследования наших коллег зарубежных, они заставляют нас вообще по-другому посмотреть на социальные процессы, на то, что нам поможет. Нам сейчас не помогут, извините, очередные правильные демократы, тридцатилетние, которые просто в парламенте будут птичьим языком рассказывать об очередных, оторванных от жизни законов. А нам нужно организовать, если хотите, как национальную программу, систему так называемой социальной дипломатии. Ну, хватало же у большевиков ума, например, направлять для превращения разобранного, разодранного сельского хозяйства тогдашней Российской империи и разрушенного образования, когда удачно, когда через колено и 25-тысячников для коллективных хозяйств и были проекты молодежь в образование, в село. А сейчас, где позиция региона в отношении реабилитации района, пострадавших от военных действий? Где программы, условно, там, Винничина и Одещина для районовых городов, которые находятся на пограничье? Где позиция профсоюзов и предпринимателей в отношении предприятий для обеспечения, все же кричат, да, потери рабочей силы, кризис менеджмента. Ну, так вот, это и есть национальная программа, только без партий. Это целая система работы, ну да, это нужно, извините, поднять задницу со своего кресла, уйти с телевизора и заниматься этим каждый день. Но если это в голову не приходит президенту, правительству и парламентариям, которые заняты, чем сегодня? Вопрос о незаконии выборов. Так может этим заняться новому гражданскому активу. Гражданские активы, это же не те, кто получает гранты, рассказывают о программах по линии USAID. Это же нас какие-то кто занимается своим обществом. Ну, все, что я наговариваю, рано или поздно нужно будет представить, если хотите, как новое дело для развития. Это вообще смена дискурса, я хочу сказать, абсолютно. Можно и так. Повторюсь, я, как и все, устал от бесконечных споров в эфирах и на шпальтах газет о том, кто больше украинец и какая политическая партия спасет всех остальных. Я считаю, что мы находимся в том положении, когда должны обвиняться люди, еще не потерявшие совесть. Раз, люди с совестью. Второе, люди, которые еще окончательно не подсели на вот эту матрицу медиа, которые сейчас способны критически мыслить. Критически не в смысле критиканства, а самостоятельно. И третье, которые собираются жить в этой стране. У меня, например, ощущение, что большая часть тех, кто и сейчас у власти, тоже мылят лыжи. Судя по тому, где учатся их детки, судя по тому, где вскрываются счета их офшоров с панамскими скандалами и прочими делами, судя по манере поведения и желанию и готовности ездить и жить в другой стране, судя по специфике ведения бизнеса, это отдельный разговор. И судя по тому, что, к сожалению, и до сих пор уровень тени, а я сейчас не утеню в доходах, потому что тень – это нежелание общества жить с государством, это теневая деятельность. Поэтому не теневые доходы, а теневая экономика, теневое гражданское общество оказывается выживает без этого государства, которому по-прежнему не доверяют. То есть я хочу просто реабилитировать те простые человеческие ценности и мотивы, которые не связаны с нынешней конъюнктурой. Мы просто, если попадем сейчас в очередную, уже третью революционную петлю, мы можем из нее не выйти. Еще несколько месяцев назад мы говорили о рисках, гипотетических рисках нового сепаратизма. И тогда казалось, что это высосано из пальца, правда? Да, абсолютно. Сейчас уже на полном серьезе нам приходится учитывать, что совершенно провокационный языковый вопрос, заложенный в реформу образования, где, кстати, далеко не все глупо. И реформа образования вообще не язык, это другое. Но заложенность, сознательно заложенность провоцировал новые сепаратистские процессы. Более того, он укрепил, как это ни парадоксально, в нынешней националистической партии автортическую часть. Далеко не все украинские националисты хотят Европу. Многие из них считают, что время сильных национальных держав впереди. А поэтому все, что усиливает мобилизацию, все, что создает новых врагов, а значит и необходимость борьбы с ними, им на руку. Поэтому у нас оказывается не только русский мир и путинский режим, но уже и напряжение с Венгрией, Румынией, где тоже мы с легкостью начинаем говорить о националистах и прочих делах. С чехами тоже, на всякий случай. У нас проблемы с чехами, где кто же только наутмашь не высказал в отношении чешского главы государства. У нас большие проблемы с Польшей. Посмотрите, по периметру кто у нас остался? А случайно ли это? Я делаю вывод, что у нынешней партии войны есть следующая фишка. Максимально изолировать страну. Ну а что? Страна мобилизованная, в состоянии войны по периметру. Еще чуть-чуть и все будем ходить строем, как ходили националисты 14-го числа. Это же демонстрация силы была. Более того, раз уж я зацепил этот образ, я считаю для страны вызовом и куда более опасным событие 14-го. С оперетом мы еще можем справиться. А вот то, что было продемонстрировано 14-го числа на улицах Киева, это серьезно. И вовсе не потому, что политические организации, которые шли и организовывали, это шли с факелами сильны. Я просто вижу в национализме сейчас новую пассионарную силу. Она вовлекает людей, она дает простые ответы. Да никогда украинское казачество, народные демократы 19-го века и члены Центральной Рады не ходили так с троем. Это явление 20-го века. Мы знаем эту картинку. Это скорее попытка. Да, казаки это же свобода, скорее всего. Да, неорганизованность, атаманщина. Вот такой специфический образ национального единства, представленный в колоннах, это образ индустриального века, образ эпохи националистических государств, даже не буду продолжать, который был продемонстрирован, спланирован, прогнозирован и продемонстрирован. И, к сожалению, у общества, я вижу, нет еще антивируса против этой угрозы. Потому что большая часть общества, имеющая другие взгляды на свою страну, другую визию, какой может быть современная нация, они слабее, они пассивнее, они не пассионарнее, они скорее в положении ожидающих, чем дающих ответ. А вот это крыло новых националистов, оно пассионарно, оно втягивает за собой, оно имеет простые ответы. И уже политически организовывается. Вот для этого крыла действительно, чем компактнее и мобильнее общество, чем оно организованнее и патриотичнее, тем лучше. И я вижу связь между тем, вот этим периметром конфликтов, который сейчас возникает на глазах, и ростом нового сепаратизма, связанного с языковым, культурным, территориальным вопросом. И одновременно ростом вот этой новой, уже хорошо организованной и, к сожалению, все более массовой националистической волны. Которая, кстати, не рождена революция 2014 года, а рождена событиями последних лет, в том числе в силу трусости и конъюнктурности власти, которая долго не заигрывала с этой тенденцией. Я сейчас считаю, что она ее управляет. Вы знаете, вот рассуждая об этом изоляционистских каких-то идеях, о которых вы заговорили, мне вспомнились позиции западных экспертов, которые, в частности, в этой студии говорили, что на Западе во многих странах болезненно воспринимают вообще этот процесс. Вот процесс, когда национальные силы так открыто демонстрируют свои возможности в Украине, более того, вызывает недоумение новая политика, которую проводят национальные памяти и так далее. Вот это об этом говорят, да, действительно, даже во многих западных странах. Ну, вопрос, что происходит с Западом, какое Западное будущее, это какой-то отдельный большой разговор, я не знаю, может, он даже скучноват немного будет, но я скажу очень кратко. Нынешняя ситуация в Европе, в которую мы интегрируемся, это важно подчеркнуть, в которую мы интегрируемся, основа перед выбором. Но этот выбор связан не с какими-то конфликтами, распадами, а с выбором модели единства. То, что национальные правительства, где партии и бюрократии привыкли рулить своими странами, как цыган солнцем, оказались сейчас в растерянности перед новыми процессами, автономизация, регионализация, если хотите, это исторически не случайно. Еще в 70-80-е, следе романтиков Единой Европы, которая рождалась как вариант обустройства последней Европы еще в 40-е, потом прошла там свои сложные этапы. Шел серьезный спорт, что строить? Европейскую крепость, которую составят сильные национальные правительства, или Европу-регионы. Ага, снова опять этот дискусс. А оказывается, да, что сейчас по мере того, как укрепляются экономические институты и механизмы безопасности, объединение Европы одновременно рождает и действительно то, чего боятся, новый европейский мультикультурализм. То есть то, что называют политические философы в сочетании глобализации и глокализации объединенного региона и более выраженных платформ развития населения, которые стремятся сохранить свою культурную идентичность, историческую идентичность. Европы очень многообразны. Вот Каталония это часть этого процесса или нет? Конечно, конечно. Но совсем недавно мы следили за процессом в Бельгии. Ряд стран к этому готовы, ну скажем, исторически и более спокойно, например, для Германии, современной Германии. Германия это продукт объединения земель и регионов. И я думаю, что как раз Германия мягко войдет в процесс Европы, как Европа регионов. А вот для государства, рожденных авторитарными режимами и национальной деспотией, а такой является Испания, этот процесс может быть болезненным, потому что признать право вчерашнего испанского региона со своим населением историей и экономическим лицом на собственную роль в европейском проекте, это признать собственную историческую слабость. Испания очень молодое государство в том виде, в котором мы его знаем. Это наследник франка. Такие же сложные процессы будут в Италии, такие же сложные процессы будут в Бельгии. Просто для Украины, которая до сих пор не справилась с самоорганизацией как национальной республики, но сложной, мультикультурной, с довольно переплетенной как коса этнической картой, для них такой поворот Европы от Европы, от национальных политических Европы объединенных регионов, которые, видимо, будут напоминать такую пирамиду. И процесс этот, по всей видимости, будет интенсифицирован в ближайшие пять лет, это вызов. Потому что украинской бюрократии, олигархи, привыкли, как и большинство национальных европейских правительств, рулить всей страной, манипулировать общенациональными налогами, рулить за счет вертикали исполнительной. Да еще, учитывая то, что сама ситуация в политическом классе сейчас, она выносит исторически на первое место людей специфических националистических взглядов. То, что называют, мы еще коллеги, пещерным национализмом 19 века. Так что для нас вот такой поворот, разворачивающийся поворот в европейском проекте, который означает всего лишь перезагрузку и укипление европейского проекта 21 века, может быть вызовом. Нашим политикам надо бы себе ответить. Они отдают себе то, чего они хотят, как они видят себя, свою страну, как часть будущего европейского проекта. Именно как Европа и региона уже готовы. Готовы ли они к этому, да. Европа и региона ведь не отрицают сохранение традиций какой-то политической организации, бывшей, страновой. Но, повторюсь, это бывшая страновая организация, это продукт второй половины 20 века. Французская империя до Второй мировой войны этой империи. В специфическом положении была Германия, но я уже не говорю о феномене других государств, которые образовались, закрепились через систему миропорядка. Такой системой миропорядка стал ООН, вокруг которой были большие споры. Некоторые творцы победы над фашизмом, например, Уинстант Черчилль, были сторонниками создания сразу крупных объединенных регионов. Такие споры шли о создании большой Европы уже тогда. Так что не то, что история повторяется, нужно просто помнить корни исторически-анатологически того, что происходит сейчас. И возможно, вот этот поворот к новой регионалистике это такой аккуратный намек на то, чем нужно заниматься в собственной стране. В которой, если убрать этот шум уропатриотический, мы до сих пор сидим в советской системе административных областей, которые разрисованы были как инструмент управления трудовыми ресурсами. Прописку, помните? Крупные индустриальные проекты, союзные республиканские бюджеты. Так управляли тогда Украина как часть Советского Союза. Отсюда эти 25 областей. Это не продукт нашего национального творения. Мы сами до сих пор не понимаем, что является нас регионом. Более того, наши политики, обратите внимание, иногда так запнувшись называют глав республиканских администраций кем? Губернаторами. Губернаторами. Так что это вопрос о устройстве Украины как части будущего европейского проекта. Как это ни странно, вообще открыт. Все, что мы писарай в 2014 году, это, знаете, как купить билет в кино. А купить билет в кино, посмотреть картину и понять, что ты увидел, это разные вещи. Андрей, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Три части интервью и три открытых вопроса оставляет нам для дискуссии Андрей Фермалаев. Мы еще о детском не говорили. О детском не говорили. О украинском характере. Но это сделаем программой, тема следующей программы, если позволите. То есть зрители будут готовы пережить. Конечно, у нас такие зрители, они все могут пережить, они очень внимательно слушают разные точки зрения. Андрей, спасибо огромное, что были сегодня с нами. Спасибо огромное за подарок. С того же всего будем читать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.